всем привет друзья сегодня едем маленький город нерехта расположен он примерно посередине между ярославлем и костромой долгое время он был вне зоны внимания туристов хотя город достойный красивый повсюду здесь царит атмосфера тихой уютной провинции итак друзья старинный город нерехта костамской области население 20 тысяч человек ансамбль центральной части как и у многих костромских маленьких городков странная площадь она в принципе похоже гостиные ряды такие же как костроме и памятник и личу на фоне старинного особняка ильич из гранита кто-то ему цветы предложил центр благоустроили к 2014 году это год 800-летие основание города и отреставрировали часть особняков так же здесь открыли несколько гостиниц и очень приятную кофейню вот в этой кофейне можно пообедать по вполне умеренным ценам городок напоминает другие костромские места такие как галич суде слава макариев здесь такой же джентльменский набор старины в виде храмов купеческих особняков и нетронутой исторической застройки нерехте издавна добывали соль из подземных соляных растворов и уже 18 19 веках этот промысел иссяк и местные богатые люди начали строить полотненные мануфактуры городок превратился крупный декстильный центр правда он все также оставался тихой провинцией стороне от крупных торговых путей советское время произошло очередное возрождение нерехты большевики превратили ее крупный промышленный центр речка в центре города называется тоже нерехта летом ней полоскают белье а зимой купаются моржи и моржини на улице минус 10 в речке нерехте не больше четырех градусов тепла татьяна чистякова бесстрашно прыгает в ледяную воду тут свою подругу приветствуют пернатые любители купания утки купались мы в любую погоду и снег и в дождь и в метель тяжело купаться в феврале там метель и в общем и после пяти вечера когда их на улице метель люди идут все закутанное в куртках и плащах и в капюшонах а мы значит вот в прорубь один из красивейших деревянных полукаменных полудеревянных особняков где сохранилась резьба уллица красноармейская дом 3 в подворотне здесь спичная такая провинциальная картина уллица красноармейская дом 2 одинаковые жигули просто как на подбор мы идем по улице ленина здесь вы видите эту колокольню гигантскую и дореволюционные домики сейчас мы посмотрим еще пару церквей в нерехте всего 20 тысяч населения из них пять тысяч советское время работала на нерехском механическом заводе это один из оборонных заводов также в советское время была развита текстильная промышленность были построены трикотажная фабрика фурнитурный завод и завод пластмассовых изделий видно что город живой на улице жители до дома отреставрированы и относительно мало заброшенных домов обычные спортивные костюмы но без хорошего кроя их не сшить потому и ценит таких мастеров как раскрощица Александра Ивановна Никешина работает на нерехской экспериментальной фабрике спортивного трикотажа раскрощицей с января 1958 года с 1960 года является ударником коммунистического труда в 1968 году присвоено почетное звание мастер золотые руки которое она ежегодно подтверждает вот друзья мы пришли на перекресток улицы Володарской и улицы Ярославской и здесь просто какое-то сосредоточие какое-то сосредоточие старинной архитектуры прям друг напротив друга несколько таких шедевральных домов это здание губернской аптеки 19 века а здесь деревянные дома и станция скорой помощи тоже в дореволюционном доме очень интересно здание аптеки расположен музей мечты посвященный родившемуся в нерехте подьячьему Ефиму Крякутному который якобы еще в 1731 году построил воздушный шар и даже летал на нем 1731 год в Рязани при воеводе подьячий нерехтец крикутной фурфин сделал как мяч большой надул дымом поганым и вонючим от него сделал петлю сел в нее и нечистая сила подняла его выше березы а после ударила о колокольню но он уцепившись за веревку чем звонят и остался також жив его выгнали из города и он ушел в москву и хотели закопать живого в землю или сжечь но никаких исторических подтверждений этому нет события упоминаются только в одном источнике поэтому скорее всего это просто городская легенда вообще никого крикутного не было и полета не было и фурвина не было надутого дымом поганым что было абсолютно точно что был город нерехт но никакого отношения к истории он не имеет и был титулярный советник сулукадзе маленький маленький советник министерства финансов это он изобрел полет это он изобрел слово фурвин которого не существует ни в одном языке мира это он изобрел фамилию крикутной которая тоже не значится ни в одной метрике российской империи и здесь вот такая станция скорой помощи в дореволюционном здании очень необычно уазик буханка и станция скорой помощи а сейчас мы идем обратно к центральной площади вот красивый особняк двухэтажный низ каменный вверх деревянный и тут же другой купеческий дом но весь из камня а вот интересное решение просто заклеить разрушающийся дом баннером с нарисованными наличниками дешево и сердито дешево и сердито прямо вплотную подогнал тачку а на доме под карнизом сохранилась великолепная резьба Екатерина вторая дала нерехте герб и статус города до этого это поселение было селом здесь никогда не было кремля или каких-либо укреплений центром всегда была базарная площадь сейчас она называется площадь свободы в каждом провинциальном городке есть что-то свое судьба нерехты похожа на подобные маленькие городки у него были периоды расцвета периоды упадка но он каждый раз восстанавливался и расцветал с новой силой как и в костроме на площади расположены торговые ряды построены они в 1830 годах и до сих пор служат по назначению позади гостиных рядов сделано такое общественное пространство поставлены лавочки фонари клумбы разбиты и как инсталляция вот эта карета и вот мы видим доминанту города казанскую колокольню всего в небольшой нерехте семь храмов главным храмом был казанский собор но он был уничтожен при советской власти храм точнее то что от него осталось превратилось в хлебозавод видите что купола были подрублены проделаны окна и еще приделана труба то есть храм превратился какого-то франкенштейна франкенштейна вот это особняк которого видите это так называемый дом носок это дом купца хвориного в котором останавливался император павел первый на пути из казани ярославль здесь много различных особняков уездная такая застройка она хорошо сохранилась ее не разрушили но храмам повезло меньше и вот они сейчас в таком виде а вот это интересное тоже здание походу дореволюционное пожарное депо тоже какое-то полукаменное полудеревянное предотвращение спасения помощь а вот и проходная хлебозавода срочно требуется на работу бухгалтер пекарь водитель автомобиля укладчик упаковщик машинист тесто разделочных машин можете позвонить пахнет хлебом кстати и здесь же при заводе что очень что что очень удобно сразу же расположен магазин готовых хлебобулочных изделий вот собственно он находится то есть можно купить свежую выпечку можно купить свежую выпечку цены демократичные а это купеческий основняк в котором останавливался император павел первый этот дом еще называют дом носок что он имеет такую г-образную форму это древнейшее гражданское строение в нерехте население города в основном пенсионеры то есть молодежь она предпочитает отсюда уезжать в другие крупные города вот это мы уже идем по улице красноармейской здесь тоже многочисленные особняки каменные постепенно перетекающие в советские такие страшные дома без окон можете увидеть какие-то заброшенные заводы еще одна церковь в городе по моему 7 церквей сохранилась но они не похожи друг на друга все разные а вот эта церковь воскресения христова варваринская еще она выглядит как такой корабль с мачтой и здесь тоже улица из деревянных домов церкви конечно потрясающие отреставрированные уже в нерехте много соборов построенные по повелению петра первого петр первый почему-то очень проникся этим городком хотя был здесь всего один раз и присылал деньги строителей и кирпич для строительства прекрасных образцов архитектуры всего в городе было построено 4 больших храмов по велению императора а мы сейчас идем к ревическому музею а здесь в глубине улицы спрятались самые такие старенькие колоритные домики стоит вот отойти от центральной улицы городок превращается в такую деревню вот мы пришли в нерехский краеведческий музей домик непонятно каково он года а это начало двадцатого века это фабричная больница представляете так вывеска нерехский краеведческий музей ансамбль фабричные больницы. Как я уже говорил, здесь было развито льнополотняное производство. А это уже внутри Краеведческого музея. Огромная картина Нерехты. Купцы в Нерехте были что надо. Их денег хватало и на торговые ряды, и на храмы, и на резные особняки. Испокон века крестьяне возделывали здесь лен и занимались качеством. Купцы скупали у крестьян льняные полотна, перепродавали их в другие города. Спрос на ткани способствовал появлению мануфактуры и фабрик. Крупными купцами в то время были Брюхановы, Дьяконовы и Сыромятниковы. Кабинет каких-то богачей, фабрикантов представлен. И товарищество Нерехской мануфактуры Брюханова. Во все времена богачи ни в чем себе не отказывали. Это сейф для денег из металла. И, пожалуй, самый колоритный храм с росписями на фасаде – храм Богоявления Господня, 1725 год. Строили его 15 лет. В 1930-е годы храм был обезглавлен, разрушен. Но сейчас выглядит самым таким колоритным и древним. Росписи на Богоявленском соборе есть не только внутри, но и снаружи. Выполнены они артелью ярославских художников. Это типичный представитель Костомского зодчества. В 1930-е годы прошлого века храм был разрушен. И то, что мы сейчас видим – это реставрация 1980-х годов. В 1987 году в церковь перевезли целый иконостас из села Верховья с Олегалического района. Очень красивый резоной иконостас. Прямо на всю высоту храма и росписи. Посмотрите, все покрыто ими. Они не были уничтожены. Город оставляет очень доброе и приятное впечатление. Он ухоженный и благоустроенный, даже несмотря на свое нетуристическое положение. Побродить по нему не только интересно, но и приятно. На каждом шагу открываются замечательные виды. А вот это летняя дача купцов Дьяконовых. Ее перевезли из деревни в нескольких километрах от города. Дом был построен в последние четверти 19 века и служил летней резиденцией. Сейчас он уже обветшал и требует ремонта. Один из лучших деревянных домов Нерехты. Этот дачный дом описывается в дневниках русской женщины, писательницы Елизаветы Дьяконовой. Воду можно набрать в колонке. Ну, наверное, у большинства жителей здесь уже водопровод. Ну, а на этом, друзья, наша прогулка по Нерехте в Костромской области заканчивается. Всем спасибо за внимание и ждем вас снова. Пишите комментарии, ставьте лайки и до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok